9 июля этого года, 3 часа ночи, 12 дом на улице Челюскинцев. Двое сержантов патрульно-постовой службы возвращаются в отделение, чтобы сдать смену. Тут они замечают, как из этого окна вырываются языки пламени. Полицейские понимают, пройти мимо просто нельзя. Они вызывают пожарных и бросаются на помощь к жильцам. Горела той ночью квартира Ксении Маниной. Она, ее сестра, как и десятки жители дома в этот момент спали. Сладкий сон оборвал резкий запах Гарри. Я на кухню зашла, и вся штура в огне. Просто монолит пламени. Я торопела. Я забежала в комнату, за шкирку подняла сестру. Вышла в коридор, и как только открыла дверь, дым уже пошел. Схватив документы, но забыв суматохи ключи, девушки выскочили из дома. В этот момент полицейские уже подбегали к подъезду. Мы подбежали к двери. Дернул дверь, дверь была закрыта. После чего мы начали обзванивать все квартиры. Я набрал 4-5 квартир. Через несколько минут полицейским все же удалось попасть внутрь. Здесь уже все было в таком черном дыме. Метра полтора уже ничего было не видно. Вадим сразу я отправил в это крыло выводить людей. Он уже сразу начал стучать по квартирам. Здравствуйте. У вас в доме пожарок берите вещи, документы на улицу срочно. Итак, квартира за квартирой. Всего 171. В течение 15 минут из задавленной девятиэтажки на улицу вывели несколько десятков человек. Некоторых приходилось выносить на руках. Никто не пострадал. Позже за работу взялись пожарные. Как выяснилось, причиной возгорания стал поджог. Ту ночь жители не могут забыть и по сей день, и сегодня, говорят своим спасителям, спасибо. К наградам сержантов пока не представили. Зато они стали участниками акции благородства, которая уже 18 лет проводится областным союзом журналистов. За это время ее победителями стали более 500 человек из тысяч желающих, в том числе в номинации «Люди в погонах». Цель акции была показать людей в погонах, показать их поступки. И часто их поступки вне работы, когда они совершают. И, как оказалось, таких у нас очень много. Сами патрульные героями себя не считают. Говорят, просто выполняли свою работу. Сберегли людей от беды. Погорельцы сейчас делают в квартире ремонт, а двое сержантов сразу после съемок отправились патрулировать Самарские улицы. Павел Баймаков, Константин Головин. События.